Привет всем любителям пошаговых стратегий вообще, и Sid Meier Civilization 6 в частности. Пришло время посмотреть еще одну цивилизацию новую из дополнения Leader Pass, из тех, которые появились. Я решил взять новая Конга, потому что остальные, там Саладин и Юлий Цезарь, мне кажется, у них очень обычные способности, никак геймплей не меняющий. А это новая лидерша Конга, у нее геймплей абсолютно не схож с тем, которые есть у другого лидера Конга. Ну, традиционно уровень сложности божество. Скорость игры мне понравилась Авраама Линкольна, решил опять на быстрый сыграть. Нету ощущения, что реальная игра быстрая идет, но и не так муторно-долго, как на стандартный. Мне вот против компьютера что-то быстрое нравится. Карта мира огромная, и в этот раз еще на карте 7 морей. Надоело что-то, Пангея, Континенты. 7 морей будет это большее место для расселения, на самом деле. Может быть компьютеру это поможет лучше развиваться. Ну и карта огромная на 12, да. Все остальное стандартное, исходное положение, баланс поставил еще. И игровые режимы, варварские кланы и монополии корпорации, потому что со всеми остальными компьютер просто не умеет играть. А здесь более-менее и дополнительные какие-то интересы, и компьютер умеет все-таки в них. 12 цивилизаций, как я их выбирал. Ну, во-первых, поставил против себя Авраама Линкольна, потому что в прошлую мы играли, мы не видели, как компьютер умеет за него играть. Посмотрим. Дальше просто разделил по три цивилизации на каждый тип победы, возможно. Значит, научный тип победы Хамурапи, Корею и Германию поставил, они в науку у нас обычно хорошо идут. Религиозная Грузию, Византию и Японию поставил. Дипломатическая Канада, Швеция и Авраам Линкольн, он тоже в дипломатическом, у него там бонусы на это дело есть. И культурная Перикола Екатерина Медича и, собственно, наша Нзингамбанди. Челлендж у нас, мы можем победить, мы должны побеждать только культурной победой, только туристической. Я считаю, что бонусы Конга как раз на это заточат, точнее не Конга, а конкретно вот этой Ндонгу и Матамбы Нзингамбанди. Нзингамбанди, потому что, в отличие от другого лидера Конга, это может основывать религию и священные места ставить. Без религии культурно победить невозможно, а тут мы можем это делать. Поэтому очень хорошая попытка будет, но Перикола Екатерина Медича очень хорошо будут нам противостоять. Так что посмотрим вообще получится ли, но мы можем только культурно побеждать. И второе, я заметил, что компьютеры очень дешево продают ресурсы роскоши, которые на счастье влияют. Поэтому в этот раз я не буду запрещать их покупать, но любая покупка ресурса роскоши мы умножаем на 10 то, что за них предлагает компьютер. То есть, если, например, за мрамор компьютер просит 4 золота в ход, то мы ему должны дать 40 золота в ход. Вот таким образом мы действуем. Мне кажется, это будет адекватно и не так много мы сможем купить. То есть, не 4 золота в ход, а 40. Это только ресурсов роскоши касается, потому что стратегические ресурсы адекватно продаются. В моем представлении цена адекватная. А вот за ресурсы роскоши компьютер вообще типа их как по бросовой цене отдает. Да, и их надо обязательно будет покупать за золото. Мы не меняем ресурсы роскоши на ресурс роскоши. Мы именно что покупаем всегда за золото. Только за золото мы всегда покупаем. Мы можем продавать свои ресурсы роскоши тоже за золото или там за стратегические. Но покупать будем только за золото, чтобы вот этот челлендж работал. Ну что, по-моему, должно быть интересно. У меня такое ощущение. Давайте начнем игру. Вот включенные моды для этой партии. Все их вы можете найти в моем сборнике модов. Ссылка на них в описании, в прикрепенном комментарии. Если вы хотите, чтобы сейв у вас работал, который я выложу тоже с этой партии, то вам придется эти все моды установить тоже. Иначе сейв просто не загрузится. Но вам будет написано, каких вам модов не хватает на самом деле. Следуйте инструкциям, так сказать. Но я вам показываю вначале, на всякий случай, чтобы вы имели в виду. Итак, повторюсь, ссылка на все эти моды в описании, в прикрепленном комментарии. Ну что ж, самое интересное. Давайте глянем, где мы появляемся. Так, есть... Ну, в лесах это вообще прописано. У Конга появится в лесах. В этом ничего удивительного, потому что у нас горы есть. Прикольно. Хотя не думаю, что мы будем... Скоро кампуса строить. Так, сделаю сейв первого хода. Сохранено. Теперь точно у вас будет сейв. Так, кстати, у нас континент тут один вроде. Ну, то есть, нету пересечений. Нам желательно, чтобы мы все на одном континенте были. Вот вопросик, конечно, ставить ли... Мне вот почему-то сюда хочется спуститься. Чтобы, во-первых, немножко тропических лесов сохранить на вырубку. Во-вторых, тут сразу еще и клетка с вином будет обрабатываться. Давайте, наверное, сюда зайду. Вниз. Еще плюс там может быть банан в третьем районе. Ну, это не важно. Вот рис во втором, да, это прикольно. Ладно. Выключаю... Рожу свою. С опаской поглядывают на ближайшую реку, потому что, может, я не в пойме. Тут. Вот тут только, если может заливать что-то. Начну с разведчиков. Вообще, семь морей довольно широкая карта. То есть, далековато. Так, а с чего нам тут начать? Наверное... Не, ладно, с животноводства. Но я думаю, лошади где-нибудь тут будут. У нас баланс старт. Так что, по идее, лошади и железо должны быть. Так, знаете, что я хочу в руинке? Я хочу в руинке реликвию, пожалуйста. Строителя. Да, проблемы со строителем, что нам нечего обрабатывать вообще. Ну, хотя... Рис мы можем обработать, пойти. Хотя бы. Через три хода сам присоединиться. А если выкупить, 30 монет стоит. Наверное, выкуплю, кстати. Или нет. Блин. Надо подумать, непонятно пока. Наверное, стоит подождать. Деньги. Ну, просто тут нету каких-то других клевых клеток, которые хочется выкупать. Я думаю, что лошади появятся. Вот их мы будем выкупать. Слушайте, рядом у нас здесь континент. Ну, плоховато. Видите, нам тут нельзя будет селиться. Походу, нету места для города. Как-то в ту сторону придется, блин. Ну, штрафы, если кто-нибудь не в курсе. Способность вот этой Нзингимбанди. Города и столица на одном континенте получают 10% доходов, а на других минус 15%. Это серьезный штраф, на самом деле. Блин, холмы такие. Даже не видать пока... Так, один ход. Ну, я жду. Не хочу тратить деньги пока... Не видать других цивилизаций. И я думаю, что они не должны тут особо близко быть, потому что на Семи морях, ну, такое широкое расположение. Наверное, так поймем. Ну, еще-то гор много. О, ошибись. Так, это мы орошение ускорим. Ну, кстати, можно сразу пойти в орошение после животноводства, видимо. Потому что мы обработаем лошадей. Или все-таки камень обработать. Блин, а тут пустыня. Слушайте, не очень место, кстати. Ну, ладно, тут быть какой-то континент еще. Ну, в пустыне. Чего мне в пустыне селиться? Могу, конечно, в третьем радиусе зато пирамиды построить с другой стороны. О, и сразу затопило, блин. Не, вот эти где лошади, черт. Блин, ну как... Ну, ладно, я уже... Блин, ну... Я даже отремонтировать не могу. Типа, надо заново ферму ставить, вы понимаете? Ну, ладно, я... Этого рабочего уж бесплатно получил. Поэтому можно еще не так... Не сильно возмущаться. Наверное. Блин, я бы не обрабатывал тогда здесь рис. Я орошение ускорил. Блин. Ну, это, наверное, горное дело сначала, чтобы еще можно было лес вырубать, а потом только вырошение пойдем. Так, залочим, чтобы быстрее город рос. Пошли камень обрабатывать. Ну, опять же, еще пять ходов надо ждать. Не хочу я здесь ферму ставить, потому что опять можно просто залить. Это надо поставить, когда тут уже будет два обработано. Идти в эту сторону иду исследовать, потому что здесь другой континент. Реликвию, пожалуйста. Да, блин. Не работает мое шаманство на выпрашивание нужного мне. Ну, почему реликвию выпрашиваю? Потому что две пищи, два производства вера и золото. От каждой реликвии артефакты и скульптурного шедевра. За Конго. Ну, я бы, наверное, поселен... Или все-таки рабочего. Чтобы мастерство не отдавайте поселенца, наверное, уже делать. Нам бы тут, конечно, соседство для тропических лесов. Но что-то сомневаюсь, что нам и это оставят там явно прохода нету. Сюда пойдем. И равнины какие-то. Это озеро явно, да. У нас уже какая-то... О! Варвары приперлись. Так, ну давайте, наверное, пока удвоен опыт разведки и бог-царь. Тут где-то лагерь варваров. Может быть, мы его... Блин, не пройти. Еще один. Не, ну этот далеко континент. Ладно, тут уже ладно. А вот то, что вот этот близко к столице, плоховато. Это... Me don't like it. Ну тут надо по реке посмотреть. Пока не знаю, где я буду ставить следующий город, честно говоря. Но он пока типа... О! Швеция. Ну, далековато я не думаю, что мы тут будем. Тем более на другом континенте. Так, а может мне тогда туда не идти? Там и континент другой, и Швеция уже есть. Надо в другую сторону поисследовать. Так, один ход. Рост, рост. Сейчас камень обработан. Ну, мы камень, скорее всего, вырубать будем. Потом. Потом когда-нибудь. Ни одной ГГшки пока не видать. Так, вот сюда. Тут холмы все-таки дальше будем смотреть. Так, это галера. Она стрелять не будет. А это уже море какое-то, да? Так, это еще не другой континент. Это уже другой континент начинается. То есть, с одной ГГшки, конечно, мне все надо исследовать. А с другой, в первую очередь, территорию моего континента мне надо. Куда я буду города ставить. Так, ну и тут может лес вырубить на поселенца. Жалко пока на поселенца рубить лес, честно скажу. О, чудо. Так, а это какой? Это... Это это, походу, Рорайма? Вот тут у нас Рорайма. Сначала я заберу руинки, а потом вернусь, открою Рорайму. Тринадцать лошадей. Нахрена они мне? Ладно, давайте тут сначала посмотрю. Хотя мог бы быть первым, кто откроет Рорайму с другой стороны. Ой, у нас там... Подожди, а где это задымился вулкан? Тут, что ли? Да, вот тут этот задымился. Так, и это море, да? Тетис даже океаном считается. Наверное, стоит возвращаться дуболомом. Блин, кто-то бьет тут разведчиков варварских. Там, наверное, где-то ГГшка должна еще быть. Возвращаться дуболомом, потому что тут сейчас этим скаутом исследуются. Значит, нам на Кеннерленде надо селиться. Можно сказать, лошадей шведке продать еще. Ну и смысл. Ноль населения погибло, ноль утеряно. И повышенная урожайность у нуля клеток. Блин, ну и смысл в этом никакого. Блин, хочется куда-то сюда поставить. Но тут, смотрите, нету пресной воды. Блин, как-то вообще на самом деле... Такой себе старт не очень мне по нраву. Клетка реально хочет у нас лошадей купить. Семь и одно золото... Не. Это маловато. Блин, мне кажется, надо сюда вниз возвращаться и смотреть. Мне кажется, мне надо этот город куда-то вот сюда сначала поставить. Либо сюда, либо сюда. Пока не пойму. Я вот сразу, наверное, следующего сделал. Стоунхендж, 17-й ход. Быстро. Шустро, я бы даже сказал. Хотя обычно и тиминанки первым делом строят компьютер. По какой-то причине. Да, пойду сюда вниз. Исследовать. Довольно много леса, например, для вырубки. И тропический лес мы тоже вырубим, если мы не сможем пантеон взять на соседство. Наверное, пока удвоенный опыт оставлю. Как я и говорил, Рорайма. Так, а первым ли я ее нашел? Да, первый. Так, давайте мы сначала апнем на леса скаута, а потом возьмем, потому что удвоенный опыт. Надо решиться, сюда или сюда ставить. Тут слишком много пустыни. Мы, конечно, можем Петру построить. Наверное, все оставляю все-таки. Дальше пока идем в Раннюю Империю. Включение, что там ему лагерь уже разбили, потому что он тут стоит, хрен знает, сколько времени. Этот скаут. Я, наверное, только сюда хочу поставить. Раз, два, три. Потом сюда вот еще город какой-то влезет. Ну, все-таки поменьше надо как-то. Реликвию, пожалуйста. Ну, Вера тоже неплохо, с другой стороны. И Махенджи Даро первыми встретили. Кстати, оно, по-моему, что-то прикольно. Ваши города полное жилье от воды получают. В моем случае, я тогда смогу нормальный вот тут город поставить, например. Ммм, кстати. А, какое-нибудь задание Махенджи Даро, да? Нанять великого пророка. Тоже, кстати, я хочу сделать это в любом случае. Ну что, как думаете, соседство тропических лесов осталось? Не осталось ни хрена. Ну, кстати, нам речная богиня может зайти неплохо. Ну, в смысле, что священные места рядом с рекой. Что еще у нас тут может быть? Религия, трудников на бонусных и, ну, не так уж и много. Ну, я бы, наверное, речную богиню взял. Проблема в том, что у нас веры мало. Я бы, конечно, то есть мне в первую очередь соседство тропических лесов, пантеон, чтобы веры было много. Даже не для религии, а для будущих этих рок-групп. Ну, с престижем у нас тут плохо, несмотря на горы, потому что тропические леса с другой стороны будем вырубать, так? Ну, то есть он хрен знает, когда заработает этот пантеон. Что у нас еще на веру? Производство и вера от каждого улучшенного стратегического ресурса. Ну, вообще-то пока одни только лошади. Такая культура от плантаций маловато. Вера от рудников редких и бонусных ресурсов. То есть вот этот, вот этот, железо. Ну, мало-мало. Рыбацкие суда, болото. Это все-таки речную богиню. Кстати, в моем бы случае тут еще и соседство пустыни можно было порассматривать, но его тоже забрали, как и тундру. Ну, тундру, я думаю, Канада забрала. Ладно, речную богиню. Я тогда думаю, что нам надо прямо сейчас продумать ромашку уже вот здесь на реке, очевидно. Значит, сама правительственная площадь здесь ставится. Причем я бы чисто для этих двух городов делал. То есть, например, сюда священка, сюда центр коммерции и, соответственно, здесь тоже священка, центр коммерции, а здесь театралки. То есть, видите, у нас ромашки без компусов и промышленных зон. Потому что за Конго важнее вот эти районы. Веры все равно маловато, да? Но тут будет плюс 3, потому что сейчас мы город поставим. Кстати, давайте поставим город, собственно. я не думаю, что какие-то ресурсы могут появиться. Ну, то есть, железо. Главное, чтобы железо не появилось. Мне кажется, железо либо тут, например, будет, либо тут. так. Ой, еще руинка. Очень хочется урорайлы поставить, несмотря на то, что это другой континент. Ну, просто какие-то какие-то клетки шикарные, шикардосные. Так, ну, после орошения астрологию пойдем. И после этого поселенца-строителя будем вырубать тут лес и священку сразу ставить. Ну, вроде должны в Золотой век выйти. О, ГГшку еще какую-то встретили. Кого? Кахокия. Кахокия, по-моему, там не особо... А, нет, курганы Кахокии это прикольное. Дополнительное счастье никогда не бывает лишним. Реликвию, пожалуйста. Да? Нахрена мне столько веры? Ну, хотя тоже неплохо, но реликвия мне намного больше дала. Ну, тут понятно, что где-то тут кампус, но за Конго, если нам надо туризмом побеждать, то кампус мы будем вообще в последнюю очередь строить когда-нибудь. Когда-нибудь. Блин, а тут бы, конечно, уже плюс пять против варваров не помешало. Класс, мы сейчас коляску получим. Это здорово. Нет, стоим. Стоим, и раннюю империю мы скоро у... Нет, не скоро. Может, какую клетку здесь выкупить? Ну, на еду тут мало клеток. Может, в ту сторону пойдем? Ах, я тут такая же на плюс две еды одно производство. Ладно, пока так оставим. Ну, вот такая карта будет. То есть, тут небольшие моря такого вот вида. Тут как... Ну, такой океан, какой-то все равно такое. Все остальное... Вся остальная территория это земля. То есть, такая, как шиворот на выворот Пангея, где много воды. Тут наоборот будет. Катастрофическое. Еще одно племя. Расколотый камень. Так, а что у них можно купить? Копейщиков? Копейщиков. Ой. Вот это я зря. Слушайте, не убьют ли мне? Черт. Вы знаете, я бы, наверное, вот сюда шел город ставить сейчас. Как ни странно. вот если бы если у нас еще найдется какая-нибудь Наска, то можно и в пустыне будет, конечно, заселять. Пророка колесницу. Кстати, колесницу мы сейчас же создадим прямо. Так, кто хочет у нас Кахокия, да? оба выполнено. Зашибись. И встретили Нгазаргаму, мой любимый город-государство с непроизносимым названием. О, уже под влиянием неизвестного игрока. Там кто-то есть. Политическую философию ускорили. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Поехали сюда. Вот так, через столичку. Такая территория, что единственное место, где компьютер предлагает ставить вот здесь. Под вулкан причем. Прикол. Кстати, тут тоже какой-то вулкан, видите? Можно понять, что тут вулкан находится. Ладно, наверное, туда пойду. Пока не знаю, сюда или сюда поставлю. Мне кажется, так, раз, два, три. Но тут все равно ты влазишь тогда. Ладно, подумаем. О, блин, тундра. Может, тут Канада у нас живет. слава богу, не убило. Он мог подстрелять и скаутом убить тогда. Лавента, так, лавента. А это он из лагеря, что ли, превратился? Нет. Это все-таки вот варваров как раз лавента там хреначит. Это она большие головы, да? Да, гигантские головы. Плюс веру за каждые две соседних клетки тропических лесов. Блин, но все равно сейчас без соседства нафига мне тропические леса ради гигантских голов, но с другой стороны вера, да? Блин. Все такое вкусное. еще один континент нашли, но тут вообще конечно глубокая тундра. Играть за Канаду можно селиться, просто обселиться вообще. Так, открыта астрология. Ну, хочется встретить ту цивилизацию, которую Нгазаргаму нашло, нашла. Тут куча территорий исследовать, конечно. Письменность, каменная кладка. Ну, мне в коммерцию и в театральное надо идти, но театралки открываются чудом. висячие сады наверное построят. Так, ну ладно, пошли пока письменность наверное откроем. так вот, теперь нам надо точно поставить, а, сначала скаутами походим, вдруг им двойной опыт как-нибудь получим. нет, никак. Так, Магнуса берем, тем более мы тут вырубать, но я буду вырубать еще до того, как на священное место надо сразу. Тут ставим плюс 5 против варваров и уменьшает стоимость покупки клеток. ну давайте наверное выкуплю куда-нибудь вот например так так стою и дальше мастерство а только будет не забыть остановить так убиваем да ладно ну как фак нет чтобы не надо было сначала сюда конечно встать коляской а потом я увидел что здесь дуболомы не убивал бы тогда скаута так хатусу мы тоже не первыми встретили уже там 4 посла у кого-то блин какие-то горы не пройти не проехать так тут мы откладываем один ход потому что я сразу начну священное место строить так что построили эти минанки ну поздновато кстати обычно стоунхэшт хэнш и эти минанки одновременно строят разлив очередной так рубим лес ставим священку 9 ходов до конца но три хода священка и должны я думаю я думаю религия уже какая-то взята иудаизм обработку бронзы кстати я пока не могу тропические леса без обработки бронзы рубить так что надо бы ее открыть наверное после письменности так давайте думать куда лучше ставить мне кажется все-таки здесь камень близко вон там дотянемся быстрее до чего-нибудь тут янтарь во втором радиусе буквально так и нам надо мастерство все-таки как-то ускорить пойдем драгоценности обработаем а не рис этот рис постоянно затапливается так еще один континент нашли вот кеннерленд здесь такой большой в эту сторону так остается 7 ходов я могу тут целую ну должен кого-то встретить может быть получится здесь лагерь варваров убить и так это морской явно да галеру можно купить кстати 2 очка по-моему дадут так ну где цивилизация которая на газоргаму встретила так тут можно еще расти точно до 5 о аврам линкольн это я думал канада а нет подожди где-то он в другом месте немножко ой блин мастерство надо откладывать так аврам линкольн хочет лошадь давайте посмотрим за сколько они готовы 5 золота вход ну давайте вот этой может 5 золота вход на 30 150 да давайте продадим я их даже не могу еще использовать этих лошадей так что на газоргаму встретил аврам линкольн точно он не думаю что тут кто-то внизу еще будет вот швеция довольно близко линкольн далековато так пока одна религия может купить рабочих и вырубать лес раз уже магнус приехал 150 я бы купил наверное ну чтоб у нас остается 6 ходов да надо долговар мы за 6 ходов только нам за 5 ходов надо религии религию открывать мастерство открыто создание строителей можно поставить но прежде может еще во-первых клетку вот эту мне надо выкупить 100% да и наверное даже эту выкуплю сразу так потом надо будут карточки поменять постоять полечиться пока вот лагерь но мы его не заберем уже колесница против попий больновато блин если бы я не уходил отсюда у меня был бы здесь этот кампус на плюс 5 создание поселенцев производство ну мы наверное будем пока юниты делать ладно на создание строителей пока делегация от американцев прибывает ну и нам надо туда отправить наверное и друж ой-ой-ой-ой ну это скаут ладно скаут мы вряд ли они смогут меня эти вдвоем завалить так что стоим так что нам дальше надо обработать ну я бы янтарек пошел тут следим чтобы рядом варвары не появились и не убили так отлично это значит что так а мистицизм так давайте наверное мощная атака против укрепленных защитников как раз против вот этой должно нормально сработать дальше нам не хватает уже вторая религия блин накорми мир взяли я хотел взять накорми мир нам не хватает ну одной читки думаю может мне поставить карточку на апостолов нет просто вот все то есть два хода до пророка в общем-то мы его и так получим три хода до следующей эпохи карточка а я не могу поставить да там другие требуются так пошли в автократию нет не в автократию или в автократию подумаю что там еще эти мистицизм я зря открыл сейчас вам скажу тут наверное тоже еще строители наверное надо будет карточку все-таки в следующей эпохе поставить мне не хватает честно говоря пока а значит мы кахоки во-первых можем засоюзить это два очка нам даст давайте наверное ну вот теперь я вот не помню за религию сколько нам дадут за пророка в любом случае очки и за религию по-моему нам хватает для золотого века так пошли в деньги нам надо быстрее центры коммерции строить так послушайте может мне тут не рабочего а караван корея корея нигде только она посетила мой город так сколько нам все-таки а нет слушайте четыре хода ну наверное надо забирать этот лагерь спустя мне может вообще-то все равно не хватит походу надо еще и галеру будет купить так надо сейчас не тратить деньги наверное вот откладываем производство чтобы священочку строить сразу давайте дружбу с американцем дебильный он смеется конечно так пока ходим просто уже получается так кого мы еще встретили иерусалим следующим ходом эпоха пока неизвестный игрок там кто-то еще есть дальше пока не вырубаем тут вырубаем на священку а нет это сразу золотая эпоха зашивись хорошо меня устраивает мы уже в золотую эпоху выходим и пророка перехода не спешим с религией в общем-то тут конечно серьезная комбо потому что мбанза каждая мбанза будет давать а нет она она дает только тому лидеру а конго она не а когда пин как господи как ее зовут зингам банди она не дает блин где тут мбанза где-то раньше появляется вот в гильдиях кто может может только в тропических или обычных лесах заменяет собой пригород но становится доступным раньше дешевле в строительстве дает 5 жилья 2004 золота независимо от престижа блин значит только тому конго он еще и апостола дает ладно чуть похуже значит ну что поделать еще и тамару встретили блин к сожалению оно засчитается за прошлое еще я так понимаю вот тамар у нас желтого цвета и начинается античность это значит что эта серия заканчивается как вы понимаете вроде ничего так идет но территория могла быть и получше в принципе ну в общем тяжеловато тут будет культурой побеждать конечно мне кажется тяжеловато эти 239 ну явно основала религию Грузия и явно кого там еще религиозных ставил а нет не Грузия слушайте откуда мне столько веры сколько у нее вход веры 11 не ну так не сильно тут много на самом деле у нее явно должна быть да вон накапливается пророк плюс 2 так плюс 2 ну у меня должен раньше быть все равно и Америка на пророка копит тоже ну ладно это все в следующей серии ребята спасибо что смотрите спонсоры канала могут ее поискать уже прямо сейчас в плейлисте специальном ссылка в прикрепленном комментарии для всех остальных продолжения завтра слава беларуси живи украина всем пока я Алексей Халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео